В модели S22 Ultra в базовой комплектации, которая 128G, они сделали 8 ГБ оперативной памяти. Раньше была 12. Уменьшили? Да. В новом уменьшили, да? Ну, уменьшили количество оперативной памяти в версии 128. Подожди, вот это же Exynos? Да. И это Exynos, да? Exynos. Только там 2100, там 2200. Но в базовой комплектации, которая 128G, здесь во всех версиях, неважно, от количества памяти было... То есть, получается, этот мощнее будет? S21 Ultra будет мощнее, чем S22? Ну, реально, но, опять же, оперативная память влияет на многозадачность. Ну, да. Ну, меньше. Там же получается 8 теперь, да? А тут 12. Да, то есть, базовая версия 128 ГБ, получается, там 12, а там 8. Соответственно, если версия 256 и выше, там уже будет одинаково по 12, что в одной, что в другой версии. Понял. Но не стоит забывать, что у нас стоит новый процессор, все-таки Exynos 2200, в нем 4 нанометра этот процесс. И, насколько говорят, как бы первые обзоры, первые какие-то превью, он вроде бы, как бы, чуть слабее, скажем так, синетических тестов, чем, например, американского версия 8 Gen1. Но при этом телефон меньше греется, меньше троттлит. Вот именно на Exynos. Ну, я по своей старинке, как бы, беру только на Snapdragon. А вообще-то мне как-то заходит больше. Ну, Snapdragon, насколько же так говорит история, все-таки более оптимизирован под работу Android. Хотя, опять же, сейчас возьму, например, тот же самый Google, например, процессоры на новый Google Pixel 6 сделаны на основе процессоров Exynos. То есть, их Google Tensor, новый процессор, который они говорят, что это их собственная разработка. По факту, это разработка компании Samsung, и выпускается этот процессор на машин-сарке, скажем, компании Samsung. Поэтому, я думаю, что это это значит. И, возможно, в будущих обновлениях системы Android устройства на процессорах Exynos, которые, в принципе, после 90-го Exynos хотели похоронить, может, оказываться даже более эффективными, чем процессоры. Но есть сейчас, например, новую.